Всем привет, друзья! Вы на канале Шидо Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Стар Дью Вэлли. У нас с вами конец осени. Совсем скоро день всех духов. Мы получим золотую тыкву и, как обычно, подарим её в первый день зимы. Я не помню кому. У кого-то там день рождения. По-моему, у друга из канализации. В общем, ему её и подарим. Это я просто себе напомнил, что сегодня нужно сделать. А также, а также, а также, Пенни куда-то идёт сама по себе. Она со мной не общается. А также в прошлой серии мы с вами расставили найденные нами секреты Стар Дью Вэлли. Пенни, поговори со мной. Он не хочет со мной говорить. Почему? По-моему, я успел вчера вовремя лечь в кровать. Ваш источник прогнозов погоды на завтра. Буря, ожидается гром и молния. Всё, завтра у нас провал. Завтра у нас провал. Мы ничего не заработаем на трюфелях. Это большие убытки, потому что совсем скоро зима. Можно было бы уже, конечно, обойтись и без дождей. Но, видимо, не судьба. Видимо, не судьбинушка. Я приготовил тебе отличные блины. Спасибо, Газ. Спасибо, тут у нас что-то растёт. Оно мне не нравится. Всё, оно больше не растёт. Так, это золотые слитки. Тоже напоминание о том, что нам нужно работать с нашей алмазной фермой. 16 штук. Маловато будет. Пойдём за углём, наверное. Наверное, пойдём сегодня закупим уголька. У кузнеца. Тоже неплохая идея. Закупим его побольше, чтобы плавить золото. А потом будем ходить с вами за золотом. Учитывая, что у нас теперь постоянная мега удача, после того, как мы нашли в кабине водителя возле Джорджа Маркета, я не знаю, то ли мужика, то ли водителя этого автомобиля, то ли просто голос какой-то, который нам подарил вечную удачу в обмен на кроличью лапку. Посмотрим, посмотрим, как эта удача будет действовать в плане поиска золотых слитков, вернее, кусков в шахте. Там их у нас в хорошие дни было много, а вот в плохие дни узнаем, посмотрим. Но сначала закупим уголёк, потому что за угольком я ходить отдельно уже не буду. Посмотрим, сколько там, я не знаю, штук 200, наверное, купим. Ну ладно, 200 это многовато. 100 штук купим, я думаю, будет вполне достаточно. Я думаю, вы меня поддержите в этом, что уголь мы будем закупать. Золото находить. Камень, не знаю, по обстоятельствам. По-любому он нам будет попадаться, поэтому камень пока спешить покупать не буду. Как и свиней. Как и новую партию свиней, которые... А, пеня в конце прошлой серии сказала, что всех покормила. Поэтому мне это делать не надо. Так, этот хлеб, хлеб у нас полный, соседский пустой, потому что мы уже коз здесь не выращиваем. Коз у нас теперь внизу, туда мы с вами направимся. Отлично. Отлично, сегодня опять кто-то недодал молока. Ну ничего, я из тебя вытрясу этот бидон молока. Вот посмотришь. Ты, небось. Наверное, он. Свиньи, побольше трюфелей свиньи. Сегодня у нас последний день, завтра буря, поэтому... Поэтому завтра у нас голодный и недоходный день. Но, надеюсь, в наших тёплых сараях, погребках, теплицах, в эту бурю созреет другой урожай, который нас порадует. Трюфели, трюфели. Тут ничего, трюфели. Трюфели. Свинки, свинки, свинки. Да, с ними надо обниматься. Очень и очень крепко. Ну ничего, зимой, я думаю, мы со всеми свинками подружимся. Кстати, надо будет закупить... Вот зима начнётся. Сейчас я не закупаю, пока у марли. Марли, мне сегодня нужно купить сено. Или чуть-чуть подождать. Или подождать, может быть, чтобы закупить уже сразу на зимний сезон. Всё полностью. И свиней заодно купим. Или чуть-чуть подождём со свиньями. Не знаю, там, собственно, сумма небольшая. 12 свиней максимум у нас будет в пустом хлеве. Правильно? Правильно. 12 максимум. А это значит... Что нам нужно всего лишь 600... 600 монет в день. Ну, 600 монет в день. Это, в принципе, нормально большая сумма. Тоже, наверное, игнорировать не надо. Наверное, где-то на 14-й день купим. Давайте, наверное, на 14-й день реально закупим. А то мы с вами разоримся. И за 2 недели, думаю, мы их обнимаем так, что им плохо будет. Что у меня все эти свиньи будут синими к весне. Неплохо, да, сказано? Так, заобнимаем. Ну и наши отшельники. Теперь так их можно назвать. Я их даже прикрыл. Им тут нравится. Не знаю. Раньше, когда их бодали коровы, Они же постоянно жаловались на это. Сейчас же их никто не бодает. И они, по-моему, нашли успокоение. На окраине нашей фермы, возле обрывчика, смотри. Есть выход к круптовым деревьям. Какой угодно, пожалуйста. Виды просто зашибись. Так, яблочки. Там, наверное, в теплице тоже они подоспели. Тут все убрано. Тут у нас подоспело, наконец-то. Карамбала. Это же карамбала? Это карамбала. У меня есть с собой карамбала? А у меня нет с собой карамбалы. Вот чем беда. А что я не ношу с собой? Потому что у меня только золотая осталась. Ладно. 12.00. Быстро за карамбалой. Нам надо с вами кузнецу. Если он, конечно, сегодня работает. О, мне скучно. Я просто наслаждаю тем, что у нас есть. А, не скучно. Жизнь у нас простая, но мне нравится. Слушайте, тоже новая реплика, по-моему. Я ее такой, по-моему, не слышал. Но я днем, конечно, с ней не общался. Да, 564 карамбала у нас тут есть. Дайте мне ее сюда. Очень аккуратно с ней обращаемся. Если я ее продам, я... Я уйду из дома. Это наш годовой запас карамбал. Поэтому нужно ничего не перепутать и ни в коем случае ее не продать. Будет беда. Так, бочки снаружи. Зимой они тоже будут приносить определенный плод. Определенный доход. Хоть, конечно, это как-то и звучит жутко, что у нас бочки на морозе что-то там дают. Вино. Какое-никакое. Но все же будут зимой здесь. Я их не буду переносить. Да и некуда, собственно. Куда их домой вставить? Или в хлеба? Мне так удобно. Сейчас я загляну, что тут делает у нас фрукты. Фрукты я собирал в прошлый раз. Тут у нас карамбала спеет, но будет еще не скоро. У нас закончились, кстати, семена. Давайте, наверное, сегодня сделаем мега рейд. Сколько у меня семян? Мне надо 66. Сегодня потратим немного денег. Сколько? 46. Ну, где-то, где-то по 116, 120. 240, 200, 200 штук. Где-то 210. 210. Почему бы и нет? Сейчас я быстренько займу место на своей лошади. И поехали к Сэнди. Мы к Сэнди до 17.00 успеем. Поэтому сначала, сначала, сначала я ей хочу сделать подарок. Мы с ней налаживаем отношения. Она любит, насколько я помню, вот эти вот штуки. Душистый горошек и всякую хрень, которую вообще нельзя в рот брать. А она ее любит. Ну, жует себе и жует. Там в пустыне все странные. Поэтому неудивительно, что они ядовиты эти любят. Ну, правда, она его, может, и не ест. Она, может, просто на него смотрит. А я прям сразу ярлык наклеил. Ну, в общем, я ей буду подаривать иногда. Чтобы улучшить отношения. У нас там восьмерочка с ней. Ого, разбросались вы сегодня, ребята. Ребята, разбросались вы сегодня. Да дайте калитку же закрыть. Вашу же потом же... Блин, ну, прям удержаться не могу. Ну, прям, ну, прям, ну, прям замечательно просто. Просто, просто чудесно. Давайте, давайте, давайте. Завтра плохая погода. Блин, как же ж проехать-то вниз-то с вами-то? Что ж происходит-то, свиньи? Кошмар какой-то. Чего вы все в проходе-то делаете? Алло. Ну, у вас развелось-то у меня. Кошмар какой-то. Нет, это хорошо, конечно. Я не жалуюсь. Вы мне нравитесь. И цвет ваш приятен моему глазу. Ну, давайте не толпиться. Так, 14.50. Мы что-то тут не успеваем нифига. Что-то вообще не успеваем нифига. 14.50. Мне за час надо к кузнецу добежать. Ох, ё, это ж вообще времени мало. За час-то к кузнецу. Так, корм и прочее. Давай мне сразу... Я хотел к тебе позже заехать. Ну, ладно, закуплю сейчас. Я не помню, сколько мне надо, но тысячу точно. Тысячу точно, срочно точно. Тысячу где-то примерно. Ну, или две. Нет, две это многовато. Я думаю, тысячи хватит на зиму. А там потом... У меня 1600. Где-то 400 у меня сейчас есть. Да, я думаю, тысячи будет достаточно. Если что-то останется, потом куда-нибудь... Ну, давайте 900. Я думаю... Давайте же 999. Нет, ну не добрал, теперь начинается этот вот... 995. О! Молодец, да? Всё купил. Свиней попозже. Свиней заеду... Может быть, в первую неделю зимы, чтобы успеть их наобнимать и чтобы они успели вырасти. Так, на полном ходу летим к кузнецом. Давай-давай. Я думаю, мы успеем. 15-20 времени ещё дофига. Сейчас закупаем уголь. Закупаем уголь. Здорово. Расколоть животы, давай. По-моему, такого не было у меня. Гельвин. Или гельвин. Не было у меня такого? Ну ладно. Давай свой уголь. А что, такой дорогой реально, по 250. Это жесть какая-то. Он реально стоил 250? Меня не обманывают? А не 150 стоил? Четыре уголька на тысячу? У меня рука не поднимается. Я его купил. Четыре уголька на тысячу. Ладно, давайте. А то мы будем это собирать лет 10. Давайте сто штук купим. На 10. Блин, это пипец. Сто штук угля купил. Всё. Ну, у тебя и цены. Больше к тебе не прийду. Дай ему хоть дом обрисую. И здесь что-нибудь, я не знаю, что-то. Лопату затуплю. Ну и цену этого парня. Это жесть. Так, ладно, я, наверное, не успею уже. Ладно, успею, давай. Только едь правильно. Хотя можно было и так, так бы быстрее было. Это жесть-то какая-то. Что с такие цены у тебя, дружище? Как ты вообще торгуешь в этом городе? Это что, все такие богатые? Кому ты вообще его продаёшь, кроме меня? Хоть бы он уже снизил цены. Вот это цена. 250. Мне ещё надо этих накупить, блин. Семян. Ну ладно, углем затарились. То будет это реально долго. Спускаться сначала на нижние уровни шахты. Искать уголь. И то уголь находится не от удачи, зависит от наличия пушистых существ, которые содержат этот уголь. Больше уголь взять негде в шахте. Ну ещё... А, удача ещё может выпадать. Он может выпадать с большой вероятностью. Может быть, на это удача, конечно, и подействует. Вполне возможно. Поэтому, да, возможно, возможно, это и выгодно. Удачу иметь, я имею в виду. Здорово, Сэнди, как поживаешь? Продаем редкие семена. Хей, думаю, я могу тебе доверять. Ты ведь имеешь хрень-секреты? Тот типа хрень какой-то эксклюзивный клуб. Самое зло. Это я уже всё слышал. Как там погодка в Стар Дью? Ладно, на, держите, подарок привёз. Только в рот его не засовывай, он ядовитый. О, я просто обожаю такое. Мне так нравится. Теперь буду постоянно тебе привозить. У меня 43 штуки, я не знаю, куда их девать. Это нравится тебе и бабушке. Так, сегодня четверг, Скоророс есть в продаже, но мы его накупили на год вперёд, поэтому только семена Карамбала. Сколько я сказал? 200 штук. Где-то 200 штук, я думаю, будет хватит. Будет хватит и нормально. Нормуль. 200 штук достаточно. Всё, я закупился, по-моему, всего на свете. На два засева Карамбала хватит, а два засева, это середина зимы уже будет у нас. Поэтому хватит тратить деньги. Так уже 7,5 миллиона. 200 тысяч сегодня в гроху. В солому, в семена, в уголь и вообще. Дайте хоть кокосами отобью себе хоть поездку. Назад домой. Отбил, типа? Да, конечно. Скажи мне что-нибудь ещё, что ты отбил. Четырьмя кокосами поездку. Стародью назад. Ладно, по... Стой. А, это так валяется. К мне сюда ещё не заходил. Тут обычно есть какие-то залежи. Хочешь что-нибудь, кучка, кто-то дайте пожевать. Ну и три камня нашёл. А камень, между прочим, тоже денег стоит. У другой барыги по имени Робин, он тоже очень дорогой. Ну, конечно, не такой, как уголь. У нашего кузнеца. Кузнец нас вообще даёт жару. Золото по 750 продаёт. Дайте хоть ещё добью вот этими всякими осенними дарами. Ну что, нормуль. Сейчас главное всё расфасовать. Животных можно уже, походу, закрыть. Так, уголь завезли. Уголь завезли, уголь завезли. Давайте золото плавить. Отлично. Завтра попробую в дождь сходить в шахту. Кстати, надо было минерал отнести к Юнтору, но мы это сделаем. Обязательно сделаем, чуть попозже. Да, кстати, это одна из находок, которых у меня нет. А там дофига ещё, сколько надо найти предметов. Но я думаю, мне это в шахте черепа нужно искать. Что-то мне так подсказывает. Мой внутренний голос, что именно там надо было их искать. Ну, то есть, чистить, зачищать ту шахту. И там больше, наверное, вероятность найти те редкие предметы, которых у нас нет. Либо рыбная ловля в сундуках. Тоже там иногда начали попадаться, когда я занимался активной рыбалкой. Когда доставал рыбу, которой у меня не было. И вот там они выпадали. Да, 15 камня, плачевная, конечно, ситуация. Учитывая, что мне его надо будет. Ого-го. Что ещё я тут хотел? Ну, майонез дай, вино сдай. А ну, когда много, всё, сразу не сообразишь. Давай майонез, давай вино сдавай. Это всё в сундук. Это сейчас засунем в этот. Это в сундук тот, а вот это можно сдать. Блин, и туда же. Хорошо, хорошо, хорошо. Скажи это ещё раз. Давай пойдём в сундук сдадим, чтобы меньше было, а чтобы у меня глаза меньше разбегали. О, предпень. Ну что, под одеялом? Я уже и постель расстелил. Да какое под одеяло, пень? У меня ещё, знаешь, сколько всего? Под одеял. У меня ещё надо свиней подообнимать. Так, разбросали. Хорошо. Что это делает сапог в эридиевом сундуке? Ну, я уже не говорю про эту страшную рыбу-пузырь. Ладно, пошли. Сегодня нет у нас ничего тут. Нет. Ну, ждём, 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 конечно. С нетерпением ждём. Так. Закрываем вас, потому что завтра гроза. Я за вас переживаю, сами видите. У нас яиц, по-моему, мало было сегодня. Да нет, нормально. Ладно, сдаём майонез. Всё, честно, сдаём. Ой, я так и думал, что один найду. Или это не яйцо было. По-моему, это не яйцо было. Как было два, так два и осталось. Ладно, у вас всё чисто. Вечером зайду за этим майонезом. Ну, когда буду назад оббегать, если не забуду. Так, здесь у нас что? Снопов все на 695. Ну, это я, конечно, перебрал. Не влезет у меня всё. В башню 985 засунул. 14 осталось. Нет, нормально взял. Ну, ничего, завтра я их рассую. Как раз будет, что рассовываю. Только главное не забыть, что я это делаю. Давай так сделаем. Хотя мне сейчас это всё менять. Ну, давай так, ладно. О, этот зелёный. Я всё не привыкну, что здесь у меня охрана теперь есть. Стоящая на входе. Так, грибочки сбросили. Так, так, так. Тут у нас... А, я сегодня к королям... Нет, заходил. У них вообще ничего. У них вообще ничего не дают. Ну, и ладно. Сидите тогда дома под замком. Тут у нас же ж ничего. Да, сегодня Робин тут работает. Подождите, а где Робин? А чё она не работает сегодня? Молоток-то висит. Ну да. Хлеб не расширен. А её нет. Прогул, прогул, прогул. А я её хотел угостить майонезом. Все любят майонез. Берёшь сразу так и литра три. Ешь сразу. У Робина-то получается. Не знаю, у меня бы вряд ли получилось. Так, вас тоже закрываем. Завтра будет штормить. Жертвы нам не нужны. Уйди отсюда. А чё нет больше трюфелей? Я так надеялся. Тут, по-моему... Ну да, тут, по-моему, должен был забор быть. Ну ладно, нет и нет. О, ещё один труфель. И ещё один бы. Да, вон ещё один есть. Чё-то я как-то их проигнорировал и не зашёл к ним в гости. Там же уже по-любому трюфельное масло готово. Ну, ух ты, я ещё одно не добавил. Ну ладно. Сэкономили на одном трюфельке. Хорош. Хорош. У-у-у, деньги есть. Благодаря свиньям. Жалко, что вы зимой ничего не делаете. Может, вас, ну не знаю, научить вязать, может. Может, вы будете по свитеру вязать каждое свинье. А что, неплохо бы было. Тут ещё трюфель вот где-то вон нашёл. Ну как-то надо, чтобы вас использовать в зимнее время. Ну это ж убыточное всё. Всё? По-моему, да. По-моему, всё. Сейчас проверю сарай. Завтра будет здесь уже урожай персиковый. Воу-воу-воу-воу-воу. Ого. Напал так напал. Будет персиковый урожай. Мы его сравним по цене. И увидим реальную стоимость джема. Если, конечно, не забудем. Я могу его сразу продать. Ну, продать и забыть посмотреть что-то. За цена была. Так, у меня яблоки, по-моему. Яблоки мы в нижнем ещё складываем. Хотя здесь ещё можно сдать вот это. Яблоки я, по-моему, здесь храню, да? Да. И надо было в теплицу ещё сдать семена. Но сейчас успею, наверное. Время-то ещё есть. Сейчас в теплицу ещё сдадим семена. И сюда всякую фигню, которую нам набросали. Это я использую завтра. Блин, ящик. Так, два майонеза ещё должны были подоспеть. Я всё помню. Хорошо. Завтра идём с вами испитывать судьбу на золотое подземелье идём. Сейчас, минутку. Явно не здесь. Упс. У меня апельсин есть. Так. Сюда. 246, 541 скоророста. Ну и отлично. Един апельсин, чтобы с голоду не умереть. Как раз шахту завтра я возьму. Ну, по-моему, нормально стартанули. Сегодня я как-то без запинок всё сделал. Всё купил, всё заплатил. Даже, ух, съездил даже в этот. В пустыню. Что? Требуется 5 единиц вруды? А, у меня 3. Ну, всё тогда. Дальше в шахту. Дальше в шахту и только удачи. Давай. Так, это главное не продать. Это надо дать юнтеру. Это важно. Шляпку. Шляпку можно выбросить пока что. Апельсин, чтобы не мешал. Это я, наверное, блины с собой возьму. Не знаю, что там шахт не будет. Может, я устану. Но вообще я готов. Готов к сну. И обороне. Завтра дождь. Всех закрыл. По-моему, да. Всё. Всем пока. Как-то оно удивительно сегодня пробежался. Завтра мы в календарь не читаем. Всё. Всем сладкий снов. Неплохо. Первый день, да? Пусть у нас первая серия комом идёт. Ничего не успеваю. Всё валится. А тут прям всё как пошло по маслу. День двадцать шестой. Дождливый. С грозами. Зато аккумулятор соберём. Двадцать шестой. Завтра у нас день ужасов. Праздник ужасов. Я люблю праздник ужасов. Потому что не надо ничего делать. Это когда меня начинают заставлять что-то готовить. Или девять предметов. Или ещё что-то. Мы пойдём завтра вечером. Говорю на день духов. Ну, конечно, пойдём. Тыква что нужна? Так, прогноз погоды на только не дождь. Только не дождь. А, в день праздника же не бывает дождей. Предсказательница говорит, что духи сегодня очень рады. Отлично. Валим в шахту. Валим в шахту. Сейчас быстро всё делай. Валим в шахту. Набивать карманы золотом. Всё, детей не целую. Потом встретимся. Если я вернусь с шахты. Ой, блин, мне сегодня урожай самому собирать. Нет. Чувствуйте холодок. Может, это приближается зима. А может, это духи создают. Атмосферу. Возможно. У нас, кстати, тоже Хэллоуин скоро. Поэтому всё у нас тут совпадает. Хорошо. 21 слиток. Это я смогу поставить 4 руды, да? 4... Ну, не руды, автомата. Угу. 95 уголька. Уголька, я думаю, хватит с головой. Это тоже всё куда-то в деть бы. Ну, ладно. Точнее, сколько сюда влезет всяких вещей. Ладно, давайте сейчас. Давайте урожай собирать, раз такое дело. Раз никто сегодня не работает. Блин, ненавижу дождь, честно. После того, как... В... В этот день не работают... Ни свиньи, ни джуни, монаш. Вообще ненавижу теперь дождь. И зиму. Потому что мы очень много потеряли. Что тут растёт? Что тут растёт? Мне кажется. Блин, как назло ещё и это подоспело. Я собираю, потому что у нас осень заканчивается, зараза. Блин, ещё и сколько подоспело. Да что ж так не повезло. Это я в шахту хотел. Нет, повезло-то, конечно. Но если бы собирал, не я бы это всё. Кто-то сходил в шахту, ё-моё. Ну ладно, собирать не садить. Да, судьба. Сходить в шахту, хороший день. Вообще, ну хоть не везде подоспело, и то хорошо. Клюква подоспела. Сегодня там, наверное, и сарай у нас полный. Теряем время. Не собирать не могу, потому что, я не знаю, успею ещё один урожай собрать. Клюквы. Да и винограда вон вверху тоже ещё не дособрал. Эй, не надо тут вот этого всего. Так, выбрасываем это, это, да и это пока. 162. У меня 660 клюквы, нифига себе. 335. Мне надо 66. Мне надо 66. Вот так вот, чтобы не перебрать. Я знаю, зачем мне это надо. Я хочу сделать после персиков варенье клюквенное. Отлично. Так, виноград там, по-моему, ещё видел. Некачественно собрал я. И то, что некачественно вообще плохо собрал. А, это этот торчит. Вот зараза ж. А, так я и так не пройду. Хоть с этим, хоть без этого. Тут всё равно всё заросло. Ещё придёт зима, я вам сделаю чистку. Так, ещё и алмазы подоспели. Да нет, ребята, вы меня точно не пускаете в шахту сегодня. Отвяжитесь от меня. Не пойду я в шахту. Так, 66 не трогай. Создаём только это. Это. Пошли. Яблоки ждём вас. Персик. До весны или до лета. Заходим, а тут у нас ничего. Повезло, 66 штук. Так, давай, выложим здесь. Вечером по-любому, наверное, будет. Всё, я зайду и это вложу. Будем клюху с вами. Засовывать в катки. Тут нифига. Мог бы там и апельсин сдать, если честно. Не заодно по дороге идём, конечно. Восемь утра, я ничего не сделал. Замечательно. Вообще, свиней всех переобнять же надо. Кого-кого, но их-то надо. Хотя за зиму, я думаю, мы всё успеем. Что, я тебя обнимал уже? Ладно. Хоть тут клюквы нет. О, яблоко. Дерево выросло, наконец-то. Замечательно. Но уже поздно, скоро зима. Так, 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 так. Вечером ещё соберу, но вечер уже скоро придёт, если я не потороплюсь. Хорош. Может, ещё до весны. Ой, до весны, блин. Дозем мы ещё успеем клюквы собрать. Клюквы. Чё-то я заговариваюсь. Я просто думаю уже про шахту. Трюфели собрать. Может, десятка, три, четыре. Сколько там у меня ещё дней? Да, два дня осталось. А три десятка трюфелей планирую собрать. Конечно. Трюфели десять. Зачем я это сделал? У меня же есть восемнадцать. Ну ладно. Так, забросили. Сюда. Козам не зашёл. Молодец. Молодец. Ладно, зайдём козам. Но они так нифига не дают почти. Всё, годится. Козы пролетели у нас сегодня. Но я к ним не пойду уже. Так, ещё чуть-чуть. Всё работает. Пошли дальше. Робин, интересно, достроила. Да. У нас готовый хлеб. Можно заселять свиней. Единственное, что я не увидел, как Робин работает. Это, конечно, для меня загадка, конечно, Робин. Ну даёшь. Лапка какая. Кроличная лапка серебряная. Что-то вообще офигелево, ребят. Дайте мне иридиу это. Опять я взял с сена. Я понимаю, вас обнимать надо, чтобы она выпала. Но у меня золотая, конечно, есть, но это не то. Давайте это забросим сюда. Я думаю, она уже влезет. 14 штук точно они съедают за раз. Да, мы их все засунули. О, ну теперь моя самая любимая птица. Очень узкий птичник. Я бы такой, чтобы их в хлеб переселить всех. Очень узко здесь. Еще яйца забрасывает, куда ни попадя. Сейчас я когда-нибудь обойду эту курицу. Эту утку. И еще кого-нибудь. Хорош. Хорош. Да выбрось ты эту лапку. Интересно, а две лапки удваивают? Моя удача. Хе-хе. А4. А6. А сейчас 6 возьму лапок с собой. Так, это продать. Ну, все. По идее, все, кроме этого яйца. Естественно, который я забыл. Теперь все точно. Где-то еще, уверен, яйцо одно есть. Вот я вам гарантирую, что где-то его прячут. Ладно. Все, с алмазами потом, с козами потом, с этим потом. Давайте мне коня моего. Быстрее добираться буду, потому что в конце дня я уверен, что буду доползать до дома. И конь как раз, может быть, меня довезет. Тут у нас лишнего вот этого и вот это лишнее дерево тоже сдаем. Все, поехали. Удачи нам. Удачи. Привет, Пэм. Ну, хоть бы ты под зонтиком стоял. Но как-то ты совсем себя не бережешь. Шахта. Так, 80-е тире и ниже. Там везде есть золото. Да? Да. Так, попробуй еще его найди. Так, сразу же выход. Но тут есть большой валун. Который нам приносит сразу 10 камня. Ну, и где моя мега удача на золото? Что-то я пока не вижу ее. Ну, что выход находится сразу, это я заметил. Ну, где золото? Где же, блин, ваше золото? Ее вообще здесь нет. Да, странная удача, да? Удача вообще выше среднего у нас сегодня. И плюс еще у меня постоянная удача. И плюс у меня еще лапка. Ну, пусть она... О, меня услышали. Меня услышали и сразу же мне навалили. Вот представьте, каждый кусочек золота стоит... Да, выход сразу находится. Каждый кусочек золота стоит 750. Мне просто... Прям душа радуется, когда я собираю. Да, отвали ты! Тешмар какой-то. Дайте я возьму огненный. Кварцы обычные. Золото есть? А если найду? А это что? Что взял? Золотая руда. Две я. Это же... Это же удача. Все, валим, 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 валим. Отлично прет пока. Ой, нет. Ой, нет. Ну, выход сразу. Вот. Вот, наверное, в чем удача. И в больших умни уже отдых. Вот этих, которые выпадают. Это зря вы дали мне. Я такое не люблю. Так, мыши, пожалуйста, не беспокойте меня. Мне так есть чем заняться еще с вами возиться. Твалите. Блин, летят и летят. Да что у вас? Так, этот не достает. Сначала осмотрю сундуки слева. Рубин, наверное, удача. Наверное, да. Медная руда. Пять штук. Кошмар. Меня сейчас убьют здесь. Но у меня есть блины. Железная руда. Пять штук. Видите, в чем удача заключается? В наличии... В бочках... Крутых штуковин. Все, выходим. Но мышей тут, конечно, дофига. Так. Золото. Ты где вообще? Ну, было, конечно. Надо же еще. Что-то тут золотами не пахнет. Монстр только, он стоит в углу. Ладно, выводите меня. 17.20. Ну что, золота немного нашел, я вам скажу. Вообще, попробую выход найти. Вот тут-то мы с вами и зависли. Какой-то уровень. 85-й. Это лифтовый, кстати, уровень. Нашли. Ау! Золото! Ты где? Я вижу сундук. Там явно что-то лежит, потому что сегодня мега удачный день. Дерево. Наконец-то золото. Выход. Я пойду дальше. Надеюсь, что мы здесь что-то найдем. Слышите? У вас что-то реально стало много. Отвали. У меня уже крылышек штук 200, наверное, будет сейчас. Блин, да то что ж так мало-то. Вали. 18.40. Прыгай ниже. Я вообще золота не вижу. Вижу. Ничего. Ну, камня чуть-чуть подобьем. Три. Два. Слитка, все. Ну, выход зато ищется мгновенно, буквально. Ну, ладно. Мы еще погуляем. Погуляли? Погуляли. Там нет ничего? Что там нет? Что-то я пришел. Сейчас, блин, будем есть. 19.40. Ну, время еще есть до двух часов. Не до двух, это час. Может, еще и набьем чего-нибудь. Это место кишит чудовище. Просто замечательно. Вместо того, чтобы разбивать руду, мы с вами будем убивать монстров. Так, у нас дела плохи. Вот и, блин, пригодился, наконец-то. Ну, хоть так. Не так уж оно и кишит чудовищами. Ну, было пару слизней. Выход открылся. Даже два. Так. Есть еще чуть золота. Отлично. Ой. Тут кто-то ползает. Я не забыл, что вы существуете. Так. Золото, золото, золото. У меня золотая лихорадка. Я должен его найти. Так. Ну, ты сюда, по-моему, не долезешь, да? Не трогай. Не трогай, не трогай, не трогай. Неплохие. Ну, их банят. Так я выход, может быть, не дойду, да? Если я, наверное, их всех не убью. Сейчас еще сюда схожу. Да, вполне возможно, что я их не найду. Сколько там времени? 21.50. Это выход мне не открыло. Ладно, давайте долбить. Точно их перебить придется. Уголь. Уголь выпал. Впервые. А выход не открылся, я надпись? Не пропустил малость, не заметил. 22.50. Блин, не открылся выход. Где-то в этих камнях. Вот зараза. Ну, это вот это животное, что ли, что это? Это не животное. Все, надо уже, наверное, валить. Но не открывается. Не открывается, зараза, выход. Сколько они... О, нашел. Еще золото. Блин, это какой уровень? 90. Это мой последний забег. На сегодня. 23.30. Ну, вот сразу выход дает. Ты офигел? Ты тоже, что ли? Так, еще золотая руда. Все, 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 все. Уходим, уходим, иначе здесь останемся. Там ничего нет. Все, все, нафиг вас всех. Нафиг. Давайте через низ. Сейчас я, как обычно, вижу кучу золота. И отсюда никогда не уйду. Ну, естественно. Как обычно. На концовочку, да? Чтобы я здесь навсегда остался. Все, 50 минут. Все, уходим, уходим, уходим. Я не могу. А что ты мне можешь сделать? Что ты мне можешь сделать, урод? Все, 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 уходим. Быстро, 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 быстро. Я что-то сияю весь. А что это такое, значит, интересно? На автобус. Последний автобус. Последняя лошадь на сегодня. Нормально золото набили. 72 штуки. Неплохо. Можно было бы лучше. Но это удача, конечно, нам улыбнулась. Так, хоть что-то выбросить. Набил же уж сегодня. Обалдеть, сколько все. 72, 75. Так, так, так. Обычная руда. Кварц. Обычный кварц. И слитки были. И уголь даже был. Пожалуйста, все есть. И такие камни. Ну, это удача. Да, конечно же, удачный день был. Без сомнения. Берем сейчас еще вот это быстренько, чтобы... К утру уже что-то было. Нам ничего за это не было. Алмазы, правда, простаивают у нас один день. 163 камня нарубил. Ну, неплохо. До кровати уже не добегу. Ну, хоть выложу что-то. Подожди. 999 не влазит уже. Не влазит. Рыба-пузырь. У нас там она, по-моему, была. Но там она была другая. Да, исторический топор. Чтобы отсюда убрать. Клюква. Что ты здесь делаешь, клюква? Вот у меня такой же вопрос. Уважаемая клюква. Ну, усну хотя бы возле кровати. Уже будет неплохо. Нет, успел. Удивительно, но я успел. Я успел лечь в кровать. Нифига не заработал, но зато нашел дофига золота для нашей алмазной фермы. Сейчас будем переносить, наверное, аппараты. Как раз алмазы и пойдут на их восстановление. Так, сегодня у нас день всех святых. Или как он там называется? 22.00 вечером. Я давно не видел своего сына. Привет. А также дочь. Жену вижу постоянно, которая мне блины приготовила. Доброе утро, Шри. Ты приготовил тебе горячий завтрак? Для меня важно, что выходишь из дома с полным желудком. Так, сегодня у нас хорошие, надеюсь. День и завтра будут хорошие. Облачно, отлично. Последний день осени будет с трюфелями у нас. Это вдохновляет. Что у нас внизу, рассказывайте. Внизу ничего, потому что первый должен подоспеть сарай. А потом уже все остальное. Это мы оставим на вечер. Сегодня в шахту не пойду, потому что у нас праздник. Если я пойду в шахту, то я пропущу все на свете. Ну, вы сами это знаете. Так, три, раз, два. Забрасываем еще трешку. Я думаю, нам вот этого угля хватит с головой, чтобы выплавить все слитки. Потому что, добывая золото, мы иногда получаем. Ну, когда, конечно, у нас удачный день. Так, две омнижиоды. Где-то у меня еще жеоды в каких-то ящиках лежат. Я думаю, когда-нибудь мы их найдем. Когда-нибудь настанет тот день, когда мы их отыщем. Так, все, это не трогай пока. Это пока не надо, может взять, конечно. Сегодня Джунима вышли на работу. Интересно, что они зимой будут делать? Они же меня еще ни разу не взимовали, на самом-то деле. Так, выходим, заключенные. Выходим, выходим, выходим. Сегодня отличный день, чтобы насладиться последними осенними денечками. Пропитаны солнцем и радостью. Поэтому рекомендую вдыхать воздух как можно глубже. Потому что потом вы не выйдете отсюда долго. Аж до весны. Отлично, еще два яйца. Пытались от меня их скрыть. Так, дышим, 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 дышим. Не ленимся. Хорошо. Привет, кроли. Это та самая лапка, да. Теперь у меня удача еще будет сильнее. Это можно продать. Видите, как судьба распорядилась. Это я их обнял вчера. И сразу же получил лапку. Понятно? Обнимай кролей. И они тебе отплатят тем же. Так, тут у нас, по-моему, фрукты. Так, тыквы завтра. Последний день надо будет собрать. Обязательно. Фрукты у нас подоспели, конечно, по-моему, еще вчера. Скоро и карамбола подойдет. Нам она уже нужна, потому что скоро погреба забивать. А у нас только золотая. А мне золотую жалко, между прочим. Так, хорош. И цветы завтра надо будет оборвать. В общем, вот здесь поработать, в этой части фермы. Оборвать все, что можно. Так, собственно, сейчас их можно оборвать. Но мне сейчас некогда. Поэтому чуть позже, наверное. Завтра придут все оборву, нафиг. Так, этот хлев ждет наполнения свинь... свиньями? Не, не знаю, я не могу, наверное. Я, наверное, сразу закуплю в начале зимы. И сделаю их к весне машинами по зарабатыванию денег. Ну, то есть по собирательству. Трюфелей. Я, наверное, так и поступлю. Я их просто заобнимаю за всю зиму. Ну и что, что 600 денег они будут у меня пожирать? Я зарабатываю гораздо больше. А буду зарабатывать еще больше. Потому что у меня скоро заработает первая часть моей алмазной фермы. Имени Шеда. Так. Потом пледкам передам свою. Наследство будет у меня тут. Ричард с Алисой править, да? Так, ребят, выходим, выходим. Выходим, не мычите. Я знаю, что вам хочется подышать. Так, блин, 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 блин. Это ж первоначально ж. Ё-моё. А мы теряем время. Здесь 0-0, они еще не вышли. Быстро, быстро выбегаем. Трюфели, трюфели, трюфели. Надо было снизу начинать. Ой. А, это вчера бабахнуло. Выбегаем, выбегаем. Обниматься на нас сегодня не будем. Ну ладно, кого смогу, того застану. Окей. Кого смог, того застал. Сразу же трюфель нашел, видите? Он целый день вчера мечтал вылезти и найти трюфель. Вот за это я вас и обожаю. Так, тогда пойдем чуть попозже. Козы, по-моему, у нас недополучили вчера ничего. Ну да, я к ним так и не зашел. Ну и ладно. Не успел просто, сами понимаете. О, тут будут аккумуляторы, причем много. А коз я и не закрывал, по-моему. Козы, козы у нас под грозой ходили. Ну, я думаю, там безопасно. В той части фермы, оттуда молния не била. Хотя они на меня обидятся, это сто процентов. Так, здорово. Дай пройти. Давай, давай, копай. Здесь явно есть трюфели. Я думаю, их тут много. Ищем, 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 ребята. Арбайтен, давай. Швайнеш. Что-то меня на немецкий потянуло. Арбайтен, швайнеш. Так, пошло, 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 пошло. Нет, не продавай. Пошло, пошло. Это выложить. Ну, гуд. Там еще что-то сломали. Блин, опять плитку мне дали. Выходи, там сломал. Молния бабахнула куда-то сюда, по-моему. Да, вообще некрасиво получилось. Теперь будет так выглядеть. Ай, молния, ты знала куда бить. Ты знала куда бить, чтобы оно шло неправильно. Чтобы меня раздраконить. Хотя оно одинаково все. До этого, это обман зрения. Так. Забираем. 66 берем в руки. Хотя у меня их уже больше. И как мне не растеряться? Никак. Уже 78. Хе-хе. Ладно. 12 должно остаться. Я это учту. Между прочим, гранат. Я говорил персик, на самом деле гранат. Гранат. Гранатовое варенье. Собираем с вами. И сегодня главное оценить его стоимость. Если не забуду. В конце дня. Я думаю, заработок должен быть достойным. Так. Теперь клюкву. Хоть клюкву засаживать. Можно у меня еще 600 штук. Хорошо в осенном, да? Принесла плодов. Она, конечно, немного стоит. Но зато ее очень много. Она количеством берет. Будем чередовать клюкву и гранаты. Гранаты доход. Клюква. Заполняем. Экономим гранаты. Все. 12 штук осталось. Мы выгружаем сюда все остальное. Да и клюква тут пусть лежит. В ближайшее время мы только ее и будем сюда запихивать. Все. Годится. Всего 16. Ну да, 66 же должны были вложить. А тут у нас должна быть... Нет, не сегодня. Ну, сегодня вечером, может быть. Здорово, козы. Нет, молния в них не ударила. У них все нормально. Дайте я хоть выпущу к вечеру. Скажут, что я их закрыл. Привет. Да, за два дня, видите, норму. Норму дали. Сюда можно заходить раз в неделю. Собирать норму и уходить. Тем более этих хватит аппаратов, я думаю. Ну, две недели, конечно, это много. Но раз в два дня можно. Можно пропускать пару дней. Все равно хватит места. А нет, не хватит. Одна, видите, не вместилась. Жалко. Кто-то дал больше молока. Ну, ладно. Че, не выходим? Выходим. Выходим, говорю. Никто не хочет. О, вышли наконец-то. То есть, я думал, обиделись. Так, я в лаке завтра последний соберем. Как раз последний день будет. Тут все собрано. Тут порядок. 14.40. У нас мало времени. Я забываю, что у нас сегодня аж праздник-то. Ё-моё, точно. Ничего с собой брать не надо. Надеюсь, что ничего. Так, а ну, а ну, отвалите. Мне просто надо разгрузить карманы. Так. Три яйца. Одно из них динозавра. Сбрасываем. Нет, молоко я приготовлю. Подожди, молоко я приготовлю в масло. Поэтому не сейчас. Это все сбросил. Один у меня остался. Этот. Так, ну что, понеслись. Понеслись. Давайте их переносить. 15-20. Время есть. Как раз я свободен сейчас. И расставляем, как, собственно, все остальное. 66 штук. Не сбросил только джем-гранат. Сейчас я его сброшу. Где он? Вот он. И не сбросил, не сбросил вот эту дубовую смолу. И золото сейчас еще заряжу. Чтоб не простаивало. Тут, в принципе, осталось-то на два захода. Еще вечером. Да нет, на шесть. На три. Два по три. Ладно. Ну, давайте переносить. Все, не влезет. Или влезет. 11 штук у меня сейчас в наличии. Давай. Поехали. И двор будет шире. Так, 11. Этот я не трогаю. Этот будет у меня знаком того, что мне надо зайти в алмазную ферму. Иначе я буду пропускать 100% этот день. Там будет как раз приносить другой камень, какой я захочу. Ну, поехали. Раз, два, три, четыре. Как раз ровно станут один ряд. Ну, с почином у нас, как говорится, да? Заправляем 11 штук. Все, пошло дело. Пошло доходное дело. Отлично. Дальше уже будем смотреть по обстоятельствам. Сколько у нас золота, сколько слитков и сколько всего надо будет достать. Здесь давайте тоже, наверное, перезарядим. Вот этот вот наш аппарат. Хоть он скоро и даст нам урожай, но давайте сделаем вот так. Раз. Ну, не знаю. Может его поставить возле... Я не знаю, где его поставить. Чтобы я видел. Ну, тут как-то красиво все. Тут можно плавильную печь поставить, конечно. А тут его нельзя влепить, нельзя. Ладно. Я не знаю, куда его поставить, честно. Там он как-то и не смотрится-то особо. Тут вообще забора нифига нет. Он тут не нужен, нет. Тут три плавильных печи, аппарат можно туда поставить. Ладно, давайте мне камень. Я просто перезаряжаю, у меня и так 50 этих. Пусть пока тут стоит, потом посмотрим. Потом придумаем, может, куда-то. Когда он у нас появится, можно заходить, будет сарай забирать. Ну, примерно так. Так, еще один аккумулятор. Можно пройтись по аккумуляторам теперь. Хорошо. Да, собственно, собрать можно все, что мы с вами разбросали. Ну, первая партия пошла. Это майонез. Если меня сейчас выпустят, то мы все успеем. Короли. Пусть все в норме. А, аккумулятор там. Осталось два часа до праздника. Тыквы. Завтра все собираем. Яблоки, тыквы, цветы. Все снимаем. Все, что можно снять. Дерево выросло. Как оно тут выросло? Я же его рубил, помните? Ему ничего главное не мешает. Что не посадишь, все вырастет. Так, тут ничего. Тут закрывать не надо завтра. Нормальный день. Без грозы и молнии. Но зато это последний шанс был собрать аккумуляторы. Как минимум до весны. Но весной грозы может и не быть. Долгое время. Поэтому это очень неплохо. Собрать аккумуляторы. Понавырастали тут. Тут все нормально. Так, трюфельков набросали. Здорово, свиньи. Завтра, надеюсь, увидеть от вас самую большую отдачу в этом году. Сами понимаете, последний день. А дальше уже все. Дальше уже все. Дальше будем вас просто так кормить 30 дней. По 600 в день, да? 1800 в день только свиньи меня будут съедать. И ничего не приносить. Абсолютно. Ну ладно, это не страшно. На самом-то деле. Разберемся. Не обеднеем, вернее. 21.50. Сейчас начнется уже. Надо уже бежать. Надо уже бежать. Правда, у меня тут, по-моему, сейчас должны подоспеть эти... Карамбала. Или вино. Вино, по-моему, сейчас. Нет. Ух, спасибо, что не сегодня. Весьма благодарен, что именно не сегодня, а завтра. Так, в одну надо засунуть. Все, праздник начался, я видел. Так, давайте пошустрее. Все остальное. Яблоки все остальное попозже. 22.20. В чем, чтобы лошадь у меня не потерялась? А то злые духи съедят ей копыта. И что я буду без копытной лошадью делать? Так, ну привет. Давайте поговорим. Привет, Шетт. Адактивно ли выдалась осень? О, ну теперь Марни. Ну, тетя Марни, я хочу лабиринт, я не боюсь. Сейчас холодает, долго растение не продержится. А, завтра последний день. Ой, мне слишком страшно. Ой, мне тоже. Так, могильный камень, фонари, стык, вы этого добра у нас предостаточно. Тем более, я сам могу делать фонари из тыквы. Не подходи слишком близко к клетке. А как эти скелеты вообще ходят? Жуть. Кстати, таких могли бы и придумать бы. Хотя такие и были в шахтах. Ха, точно. Да они же там были, только мумии. Здесь скелеты. Хотя это, конечно, круто. Почему тыквы на Эля была так малым? Эмили, нравится фонари из тыквы? Я их сама вырезала. По 750 они у тебя стоят. Слишком дорого. Привет, Шетт. Приятный вечер, правда. Но это, правда, пьедная, накручивает цену. Привет, прости, рот ежевикой набила. Я очень пугливый. Пускай в лабиринт идет молодежь. Сейчас я пойду тыкву заберу. Винсент расстроился, потому что я не пускаю в лабиринт. Но он уже совсем маленький. Да, он уже 4 года как маленький. Он же должен был вырасти. Они бы быстро полегли от эридиевой булавы моей работы. Вот и зима уже на носу. Самое время будет запастись древесиной и камнем. Нет, Робин, ты меня больше не разведешь. Камнем, может быть, да? Я уже нескольких часов не видел Мару. Надеюсь, с ней все в порядке. Ах, здравствуй, Шет. Весьма прохладно, не правда ли? Да, веет ветерком северным. Готовить из циквы очень интересно. Призанятный плод. Я приду на любой праздник, где можно поесть за дарма. Но в лабиринт меня не заманишь? Нет. Добрый вечер, Шет. Как тебе лабиринт с привидениями? Он очень жуткий. Тот чудной человек из башни построил его в одиночке. Пока строил, никого близко не подпускал. Мама не пускает меня в лабиринт. Хнычит. Ну ладно. Сейчас пойдем тогда забирать тыкву. Всех оббежали. Можно заходить в лабиринт. При отмору тебя там ищут. Кажется, я здесь уже была. Нет, подождите. Я заблудилась. Да ладно, весной найдут, не волнуйся. Ох, вот и на меня нашли. Во правде говоря, мне было очень страшно. Поэтому я здесь прячусь. Только никому не говори. Ты здесь прячешься каждый год. Уже все знают, где ты находишься. Поэтому ты никого не удивишь. Больше. Пойду посмотрю, что там жёнушка сегодня готовит. О, эти пары. А, ты отлично выглядишь сегодня. Спасибо. Хотя без костюма, на самом-то деле. Так, телевизор с ужасами. Там есть что-то странное. Но как туда добраться? Наверное, где-то рядом есть потайной ход. Абигилл точно знает, где он, да? Дальше не могу, пауки. Я разберусь. Они резиновые, абигилл иди. Не бойся. Так, ну и самый смельчак, который ближе всего добрался до входа. Странно, впереди просто тупик. Но я готов покляться, что впереди меня кто-то был. Куда они все подевались? Без понятия. Без понятия какое-то. Тут вообще нет прохода. Вообще тут ничего нет. Спокойно. Сейчас мы все обойдем. И все заберем. Хе-хе. Вон парочка стоит. Жарко, с ними нельзя поговорить. Так, это мое. Отлично. Подарю ее человеку из канализации. Золотая тыква. Все, что надо. Я уже взял. Ну все, уходим. Мне еще надо майонез собрать. А вот и я. Ну что, опять лопухнулись. Опять никто тыкву не нашел. А я нашел. Сэм, можете домой. Вы опять пропустили тыкву. Так. Сделаю круг почета. Естественно, куда они... А, вон городской клуб. Поэтому, куда они его задвинули? Ну все. Прощай, день всех святых. Не знаю, увидимся ли снова. Возможно, если в чем году стану олигархом, мне уже сюда не нужно будет приходить. Но в любом случае, приятно было побывать здесь. Да, я готов. Все же взял. Пугалы мне не нужны. Так, куда их девать? Я уже их и в курятниках ставлю, везде ставлю. Нужны они мне. Ноль часов. Ну что, ничего тут у нас, мы, наверное, не успеем с вами. Давайте спать ляжем пораньше. Завтра у нас тяжелый последний осенний день. Хороший, кстати, день. Последний день трюфелей. Пенни, ты сварила уже зелье? Как-то быстро вернулась домой. Даже как-то необычно. Ну ладно. Все, всем сладких снов. День двадцать седьмой. Осень. Год четвертый. Сегодня надо поработать. Причем очень тщательно. Все, последний день. Последний день. Так, всех поздравляю с последним днем осени. И наша задача подготовиться к зиме. С вами козу. А, и закрыть всех животных. Точно завтра надо. Завтра будет прекрасный солнечный день. Завтра зима. Какой он может быть прекрасный и солнечный. Зима завтра. Духи сегодня очень рады. Хоть в шахту иди. Что тут говорят? Ризотто с папоротником. Вы уже знаете этот рецепт. Да, понятно, что мы его знаем. Так, тут сегодня ничего. Скорее всего, завтра будет. Мега урожай. Первый день зимы. О, ты сегодня поработала. Мне удалось встать пораньше и полить посевы. Надеюсь, это облегчит тебе работу. Поилка тоже полная. Ветерок сегодня от жажды не умрет. Я только что видел, как певчая птичка летела на запад. Здесь, в долине Страдью, это очень хороший знак. Да? Что-то ты стала мне помогать в конце-то жизни. О, Линус, что там? Жареный кальмар. Ничего себе. Это редкий... Этот... Товарищ. Кальмар. Ее попробуй еще поймай. Так, последняя партия золота. Не мешала бы кальмар. Ну, зима будет. В принципе, можем ходить в шахту. А, мне еще ж надо овощи все вытащить с этих... С домиков Джунима. Да, желательно бы. Ну что, начнем снизу. Сегодня ничего не подоспело. Давайте с яблок начнем. Ладно, открываю вам калитку. Может, вы там что-то найдете. Ну, вернее, травы хоть поедите сегодня последний раз. Последний шанс съесть траву. А, мне еще траву можно выкосить, конечно. Ребят, налетайте. Трава последняя. Последняя осенняя трава. Рекомендую засунуть побольше себе в рот. Чтобы хватило до весны. Если я обанкротчусь, то у вас будет что? Поесть вот зимой. А если... Вдруг я с шахты не вернусь? Вы же все сдохнете здесь, без меня. Всякое возможно. Окей. Окей. Так, это сегодня точно не подоспеет. А вот... Ох ты, уже забор поломался. Подожди, а откуда ты здесь взялась-то? Давайте сразу камня возьму, чтобы забор очинить. Там у меня, кстати, много дырок. Так, вот дырка. Да, пенни. Только немного делай. Хотя у меня там, по-моему, был забор, кусок, нет? Ничего-чего, забора не было у меня куска. Вот это надо заделать. Отлично. Дальше по обстоятельствам. Как обычно, пропустил яблоню. Так. Козы, я к вам заходил? Я не помню. Заходил. Кому-кому козам заходил? Вот сюда еще не заходил. Нет, вечером. Может быть, вечером будет. Не исключаю этого момента. Ну что, свиньи, готовы к обниманиям зимним? Они меня уже боятся. Маньяка какого-то. Сына Люба. Так, готово. Может, кого-то там и упустил. Надеюсь, вы мне еще что-то принесете. К концу дня. Ребят, напряглись. Ребят, напряглись, говорю. Нам нужны трюфели. И побольше. Максимально побольше. Давай, 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 давай. Копайте, копайте. Я вам сейчас своим примером покажу, как трюфели надо искать. Давай, 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 свиньи. У вас сегодня звездный день. Вы должны принести как можно больше. Не ленись, налетай. Давай. Нормально, 300 трюфелей. Я думаю, мне на всю зиму хватит, чтобы их раскладывать по два раза в день. Чтобы не просто так с свиньям заходить, обниматься, а чтобы еще и трюфели разбрасывать. Привет и вам. Наслаждайтесь последними деньками. Могу вас выпустить. Кого-кого, вас точно могу выпустить, если хотите. Там трава вверху есть, если сможете добежать. Бегите. Ого, динозавру сегодня два яйца дали сразу. Это бывает редко. Ладно, хотите, бежим. Не хотите, не бежим. Трава вверху есть, если что. Скашу ее вечером. Так. Окей. Последнее приготовление. Подождите. Чуть не досчиталось. Что, аж двое? Две коровы уже не дают, да, молоко? Нифига себе, забастовка. Ну, две никогда не давали у меня, чтобы... Такого не было, чтобы две не давали. Я ничего не пропустил. Что-то не верю даже своим глазам, что такое могло произойти. Ну, бывает всякое, да. Хорошо. Хорошо. Давайте сначала бежим вот этих всяких. Мелких. С птицами разберемся. Ну, коровы вообще... Ну, да, я их практически вообще не обнимаю. Ну, ничего, зима настанет. Что-то вы надавали сегодня перьев дофига. Прямо на вас это не похоже, что-то. Так. Яйца динозавра. И еще трешка. Хорошо. Это все продать. 12.20. Практически все сделали, но... Еще далеко не все. Мы с вами должны еще проверить теплицу. Ну, тут не страшно, конечно. Тут ничего никуда не уйдет. Теплица в норме. Уничтожить тыквы. Куры здесь ходят. Срезать цветы. То, что завтра их уже не будет. Они все засохнут. Так, готово. Косой выкосить все, что можно. Ну, чтобы и сено не пропало, сами понимаете. Все-таки. Тут куры пытаются есть. Ладно, ешь пока. Соберу тыквы. Так. Еще по домикам Джунима надо пробежаться. Не знаю, куда я там все поместится сейчас. Потом все скашу. Так, 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 так. Подожди. Я тут хотел что-то выложить, по-моему. Да, цветы хотел выложить, но они, по-моему, не поместятся сюда, потому что их еще здесь никогда не было. Сказочные цветы я, по-моему, еще не выращивал. Нас. Нет, один был. Два даже куда-то влезло. Нет, никуда они не влезли. Нет, влезли. Но остальные не влазят. Поэтому вторые надо сюда засовывать. Но они и сюда не влезут. Да, беда, беда. Беда, беда. А что здесь делает огурец? Что здесь делает бомба? Что здесь делает лейка? Что здесь делает древняя семья? Северная подсолнуха в конце-то концов. Вот теперь влезут. Все. Эликсир жизни. Он здесь тоже не нужен. Древняя семья вообще редкость. Ну ладно, пусть пока полежит. Много мусора просто здесь заброшено. Как-то здесь, наверное, да? Да нет, тут нормально. Ладно, тут разобрались. Дальше что у нас по плану? Домик и джин. Ну что, я выкашу, наверное, да? Чтобы все уже не возвращаться. Чтобы добро не пропадало. Да, курица? Если тут есть курица, сейчас будет у нас окорочка на ужин. Потому что я кашу здесь, сами понимаете. Хорошо. Да, курица есть. Ладно, я тебя оставлю. Ладно, я тебя не буду оставлять. Ну ладно, на тебе. Я не жадный. Я не жадный фермер. Все, там все выкосил. Окей. У меня еще одно дело есть. Которое надо провернуть. Боже, желательно сейчас, наверное. Минуту. Тут огурец поместится. Ну, можно да, выложить его. Вместе с серебряными огурцами. Как раз тут и рыба у нас. Тут в основном рыбный склад. Поэтому пойдет. Так, мне надо в город. Мне надо в город. Последние дела. А вернее в музей. Гюнтеру сдать находку. Да, олигарх. Но все равно, видите, иногда заложу в мусорке. Что тут такого? Так, передаем находке. Такой у меня точно не было. Смотрите, сколько у меня еще не найдено. Это обалдеть просто. Чего же так редко выпадают-то? Приз, не? Не, похоже, у вас нет ничего. Чего я там хоть нашел, Гюнтер? Просто иди меня. Давно я не находил ничего. Смотрите, сколько еще надо найти. Я только заполнил вот эти ряды. А вот и вот этот. Еще штук 10-20. Гельвин, он растет в виде треугольной призмы. Ну ладно, пусть растет. Обалдеть, где это искать? Точно в шахту черепа надо спускаться. Ну так я и так и шарил всю. Могли бы уже и как-то в других местах это давать находки. Ну ладно. Просто тупо идти в шахту. О, медной руды нашел немного. И тупо набивать, набивать, набивать. Так, ну пошли. Остальные дела доделаем. В первых вот это. Больше у нас золота нет, поэтому зимой мы будем многое посвящать времени. Поиску. Сами понимаете, золото. Его надо много. Поэтому, возможно, каждый день буду ходить в шахту. А это не исключено. Так, что-то тут надо продать. Например, вот это. Вот это. Вот это. Аккуратно. Эта бомба тут есть у нас? Да, бомба здесь. Слейки тут. Что-то еще тут было, что я хотел сюда сдать. Семена подсолнуха, она явно не отсюда. Что-то. Ладно. Это я заберу. Хорошо. Как у нас площадь стала? Просторная. Прям приятно смотреть. На просторную площадь. 16.30. Давайте по домикам Джуни мы сейчас пробежимся еще. Он у меня, конечно, все не влезет. Боюсь, что да. Ну, я пытаюсь расчистить, чтобы все влезло. Яблоки, тыквы. Так, тыквы. Привет, пеня. Я тебя не видел сегодня. Привет, солнышко. Я не очень много знаю о работе на ферме, поэтому не очень помогу. Прости. Я буду думать о тебе. А, ну мы ее видели, конечно. На что, я не посеву это? Не посевы, а эти. Поилки напоила, блин. Налила туда всего. Воды побольше. Так, все. Семена подсолнуха. Тут ничего не готово, да? Наверное, завтра разродится. Ну, завтра мы на это и посмотрим. Побежали по домикам Джуни Имов. Ну, наверное, пойдем пешком. Бо мы туда не улезем. Ну, тут так. Так. Есть. Следующий домик. Так. Ого. 876. Слушай, а что, яблоки не добрал, что ли? Я же, по-моему, их трусил. Или так и не добрал, походу, да? Что-то я забыл в тот момент. По-моему, я их собирал уже сегодня. Раза два. Вечно я дерево. Все. Сезон закрыт. Всем... Всем удачной зимы. И я вам не завидую. Надеюсь, вас не забуду. Могу забыть. Вы, наверное, на отшибе теперь живете. У меня теперь свиньи надо будет. Ох, как раз конец, да? Еще и карамбольное. Еще и заработаем с вами сегодня. Сейчас уже виноград, понятное дело, с собой будем засовывать. Ну, закарамбольное это в конце сезона. Я, кстати, забыл посмотреть, сколько гранат стоит. Ну, как это обычно бывает. Но ничего, у нас граната теперь много будет. Посмотрим в следующий раз. Я вспоминаю про него, только когда захожу сюда. Так, ну следующее сделаем виноградное вино. 78. Опять должно остаться у меня 12 винограда. Как и клюквы. Совсем недавно. Так, уже свет выключили на улицу, видимо. Типа уже все. Уже зима вступила вправо. Гасите свет, что она, собственно, и сделала. Скоро у нас такое произойдет. А вы готовы к зиме? А у вас есть теплый хлев? Хе-хе-хе. 13. Где-то пропустил одну бочку. Где-то пропустил одну бочку. Ну давайте смотреть. А, вот она, да. Да, хорошо, что я считаю до. Потому что потом будет поздно. 13 забрасываем. Золотые и эти сюда. Клюкву пока не трогаем. Клюкву пока мы сдадим в другое место. Окей. Тут семян нет? По-моему нет. Так, пошли к другим домикам. Ой, кто-то летит. Ой, мне страшно. Ой. Ой. Отлично. Отбились. Так, вот тут еще я хотел посмотреть. Тут, по-моему, семена у меня всякие валяются. Тут не семена, конечно. Тут клюквы полно. Смотрите, сколько. У меня тут уже... Тысяча. Ну давайте обычную заберем отсюда. Я ее буду в катки засовывать. Ну а что с ней делать реально? Ну я же дофига просто. Прощайте мои кустики. Завтра вас уже не будет. Как я вас бережно высаживал-то в конце осени. Ну и ничего. Смотрите, сколько клюквы-то набили. Ну дофига просто. Последние трюфели. Последние абсолютно трюфели. Я не знаю, если оставить их на зиму. Наверное, они в гниль превратятся, да? Скорее всего. Так, сдаем последнее, что награбленное у нас тут. Вот это яблоки забыл сбросить. Яблоки у нас, по-моему, вверху. В катках, да? Да, яблоки я держу отдельно. 39 штук. Это последние, между прочим, яблоки. Больше их не будет. Закрываемся. Ну что, эта осень имеет шансы стать последней в Старди Вэйле нашей. Не знаю, как там дальше пойдет. Ну, думаю, 10 миллионов я точно до следующей осени к этой цифре дойду. А что дальше, я не знаю. Посмотрим по обстоятельствам. Сразу закончим, не сразу, не знаю. Не могу ничего обещать. Так. Но то, что к следующей осени у меня будет цифра 10 миллионов, это 100%. Даже если я золото сейчас пойду накуплю для алмазной фермы, я все равно заработаю столько же. Учитывая, что у нас и гранат, и свиньи, и карамбала, и золотая ферма, и, может, еще что-то придумаю. Так, всем, всем, всем спокойной зимы. Всем счастья и бобра пушистого, чтобы теплее было. Воу. Так, ребята, вам тоже зимы хорошей. С Новым Годом, с Рождеством. Потому что я к вам, наверное, заходить вообще не буду, чувствую. Ваша слизь не нужна, мне ее складывать уже некуда. А там хотите, размножайтесь. Хотите, не размножайтесь. В общем, ваше дело. Тут нигде. Конечно, остались. Ты проверяешь за забор. Никто не забросил трюфель. Ух, тут заросло-то как. Да ладно, зимой будет время. Сейчас еще раз. С трезвым взглядом. О, последняя. Последняя травка. Вот видите, один кустик заработал. Это что торчит здесь? Ну, пусть торчит. В принципе, дерево тут не помешает одно. Я думаю, будет нормально. Они под деревом, по-моему, лучше ищут. Правда, труднее заметить тогда трюфель, но они ищут ничего. Наверное. Так, главное все закрыть. Иначе передохнет весь скот мой. Ну, все. Будем считать, что это последняя ось. Но могут быть исключения. Не исключаю, что возможно будет еще одна. А может и не будет. Но я с ней прощаюсь как с последней. Так, тут все в порядке. Да, я докошу то, что не докосил. Еще пару сена добавил. Туда, куда надо. Птиц еще не закрыл, представляете? Так, как тут работает моя алмазная ферма? Нормально. Стардан. Это хорошо. Этих не закрыл еще. 12-10 и не собрал. Ну, тут атмосфера, конечно, величайшая, конечно, в Старде Вэлли. Прямо сам ощущаю, что это последний день осени. И завтра уже придет мороз. Завтра уже мы обречены все. Завтра ничего не надо будет поливать. Ничего выращивать. Скотинка. Слышите, а хлев у меня с... Батареей? Ой-ой-ой. Это я и забыл проверить. Хлев-то у меня, может, без батарейки? Давайте, пока я тут... Я имею в виду новый хлев с батареей у меня, нет? Нет. Нет. Нет и нет. Пойдешь покупать свиней и не забудь батарею. Это очень важно. Так вот, очень круто передана атмосфера. Прям сам ощущаю, что... Завтра уже все засыпет снегом. Даже, видите... Коня своего в стойло поставил. Мне теперь огонь, ему теперь не холодно. Ну что, сбрасываем что-то лишнее, что есть. Что-то многое не сбросишь. Клюква, клюква, клюква надо было там сбросить, но я уже не добегу. Это тоже сюда не залезет. Дайте хоть что-то еще с товаров сброшу. Ого! Всем окаменелый слайма выпал. В один миг, да? Тыкву я не выкладываю, потому что, сами понимаете, скоро она нам пригодится. Блины, тыкву. Вот эту тыкву я сдам. Клюкву положу потом туда, когда катки подоспеют. Вот эту еще фигню сейчас надо сбросить. Четыре. Это жареный кальмар. У меня точно блюда такого нет. Это где-то у меня лежит. Ну ладно. Где-то лежит. Сейчас блюдо сброшу. О, вот это как раз и кальмар не влез. О, майонез. О, он для готовки вообще нужен когда-нибудь, нет? Майонез? По-моему, никогда. Ну, таз так лежит, просто так. Так, вообще тут вообще ничего не... Ну ладно, давайте майонез отсюда уберем. Если что, у нас всегда есть где его взять. Так, и, и, и... Да, и, собственно, блины можно сбросить. Так, есть. Живоды разбить. Но это все рыба, миди. Фигня вся. Рыба, миди пошли на продажу. Сегодня все остальное оставляем. Это как напоминалка, что мне это сбросить надо будет в следующей серии. А это день рождения. Нет, лучше так, напоминалку поставить. Вот так. А это мы все сбросим. Живоды разбить. Карамбала пусть лежит поближе ко мне. Ну все. Если кому-то дверь забыл закрыть в хлев, прошу меня простить. Ветерок пропусти. Я хочу первый зимний день встретить в теплой постели с пене. А не где-то на коврике, как ты. Ну все, 250 тысяч. Сегодня мы забабахали. Немного перьев, немного рыбной ловли. 250 тысяч, четвертый год. И у нас пятый год зима. Подожди. Нет, какой пятый год, извините меня. Четвертый год зима. Пятый год весной будет. Мы еще в четвертом году, но просто уже стало холодно. Камин не выключать. Сразу говорю, сегодня у нас день рождения этого чудника к робусам. Мы к нему обязательно наведаемся. Так, 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 так. Тут все в норме. Это я просто к следующей серии готовлю. Дайте вдохну этим, ах, морозным свежим воздухом. Как круто прорисованы елочки. Все, блин, дышит зимой. Круто. Просто замечательно. Ну что, друзья, на этой ноте мы с вами и закончим, потому что... Потому что зимой у нас тоже много будет дел. Начнем со свинарника, наверное. Обязательно не забыть батарею вместе со свиньями купить. Иначе они подохнутся нафиг. Еще и вырасти не успеют. Мне нравится вот этот голый кролик без ушей, который в кого-то влюблен. Хотя это не кролик, но если добавить ему уши, будет кролик. А так просто кто-то стоит у меня здесь под деревом. Ну все, на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий Канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий Стардио Вэлли. Пока.